итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 26 апреля давайте посмотрим с вами на графике евро фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро значительно просел по отношению доллару сша не удалось пробиться паре выше апрельских максимумов и довольно крупная распродажа после уверенной статистики по объемам продаж на первичном рынке жилья который подскочил сразу на девять и шесть процента все это позволило доллару компенсировать свои потери в принципе и аналогичная ситуация у нас наблюдалось британском фунте что сохранило торговлю в рамках бокового канала но технической картине мы поговорим чуть позже давайте посмотрим с вами в экономический календарь и порассуждаем на тему того что ожидает нас сегодня прежде всего обратить внимание нужно на индекс потребительского климата по германии видим что прогнозируется улучшение этого показателя также у нас выступают представители европейского центрального банка довольно много выступлений сегодня запланировано и больше никакой фундаментальной статистики по еврозоне нет поэтому у евро есть все шансы на возврат часть позиций которые были вчера потерянный производительность труда великобритании четвертый квартал но не думаю что он будет представлять какой-то большой интерес для трейдеров поэтому и у британского фунта также имеется шансы на коррекцию что касается второй половины дня то на внимание привлекут данные по объему заказов на товары длительного пользования видим что прогнозируется базовые заказы прогнозируется в марте сокращение на 2 процента и и затем выйдут у нас данные по сальдо внешней торговли и товарные запасы вручной торговли вроде бы как данные не представляющие большого интереса но могут они также склонить трейдеров в сторону вновь покупок американского доллара что продолжит вчерашнее движение евро и британского фунта вниз а учитывая что у нас постепенно подходит месяц концу то после такого бычьего хорошего сценария наблюдаемым в апреле может и продолжится уже в конце месяца коррекция поэтому обращайте на это внимание что касается технической картины непосредственно то для продавцов на мой взгляд был бы интересен уровень опять же в районе 10.02 здесь у нас и средний скользящий поэтому формирование ложного пробоя хороший сигнал на продажу ну и основная борьба будет уже за но 970 если быки упустят этот диапазон прорыв с тестом снизу вверх этого уровня приведет опять же уже к движению на 09.41 с перспективой 09.13 где буду покупать отскок с движением вверх в 25 30 пунктов покупки на 970 покупки на 941 только при формировании ложного пробоя ну и если никаких активных действий со стороны продавцов на 10 на 2 не будет то у покупателей появится шанс на более крупную коррекцию уже в район 1029 где буду продавать на отскок с тем же движением вниз 20 25 пунктов что касается британского фунта здесь в принципе у нас ситуация аналогичная продажи наложено пробой 2439 либо на отскока 2470 с коррекцией в 20 25 пунктов если медведи забирают 2411 ближе ко второй половине дня тест низу вверх этого диапазона дополнительный сигнал на продажу и я думаю провалимся мы к минимуму этой неделе в район 2383 с перспективой обновления 2353 где буду покупать на отскок с движением в 25 30 пунктов покупки 2411 и 2383 только при формировании ложного пробоя всем удачи